В Гагаузии продлили срок освобождения патентообладателей от уплаты взносов социального страхования на год до 1 января 2025 года. Решением Народного собрания Гагаузии отложили и обязательный переход на кассовые аппараты предпринимателей, работающих на основании свидетельства о едином платеже. Поправки в местное законодательство инициированы Башканом Евгением Гуцул. Депутаты Народного собрания Гагаузии внесли изменения в закон автономии о едином платеже и об индивидуальном предпринимательском патенте. В результате дата обязательного перехода на кассовые аппараты предпринимателей, работающих на основании свидетельства о едином платеже, была перенесена на один год до 1 января 2025 года. Также отложили и время начала уплаты взносов социального страхования для патентообладателей. Это 17 522 лея в год. В исполкоме Гагаузии говорят, что пошли навстречу малому бизнесу, учитывая тяжелую ситуацию в стране. Законопроекты, которые были предложены исполнительным комитетом и сегодня было проголосовано депутатами Народного собрания, они направлены на защиту малого бизнеса Гагаузии. Мы сейчас видим, как малый бизнес страдает, не защищен. У нас более 2500 предпринимателей сейчас могут и далее работать без уплаты взносов в фонд социального страхования и без кассовых аппаратов. И мы считаем, что это им облегчит работу. Обсуждение законопроектов вызвало бурные дебаты в Народном собрании Гагаузии, однако в итоге их приняли. Депутатский корпус понимает необходимость изменений, но считает, что предпринимателям нужна поддержка. Мы ежегодно стараемся принять им на год, даем им льготы, чтобы они могли работать без кассовых аппаратов, чтобы они социальное страхование не оплачивали. Практически мы считаем, что это неправильно, потому что в конце концов они потом выйдут на пенсию и будут потом опять к нам ходить, потому что будут проблемы с пенсией. Но сегодня они не думают об этом, что если мы наведем порядок вообще в этом деле и будет она адресная, значит самым малоимущим мы сможем, наверное, из бюджета что-то помочь, но они должны работать уже по закону республиканскому. Тут уже из своего личного бюджета Гагаузии мы сможем какие-то финансовые средства ежегодно, ежемесячно помогать им. Думаю, что вот этот самый верный выход. Чтобы не получилось так у нас, что мы приняли, а потом людей оштрафуют, и когда люди придут с этими проблемами, эти проблемы в принципе никому будут решать. Одно из наших предложений было, и в случае, если даже отменят вот этот законопроект, мы предложили для того, чтобы сегодня облегчить нашим патентообладателям, разделить на три года компенсации в размере 75, 50 и 25 процентов. И также покупку кассовых аппаратов за счет нашей автономии для того, чтобы помочь сегодня нашим патентообладателям интегрироваться именно в этот закон. В Гагаузской автономии на основании свидетельства о едином платеже работают 588 экономических агентов. 1700 малых предприятий функционируют на основании патента. В основном это объекты торговли. На прошлой неделе патентообладатели провели митинг с требованием разрешить им работать на прежних условиях. Продолжение следует...